Самарские новости спорта Герой первых 10 минут первого тайма Артем Дзюба. Он дважды переиграл Георге Лорию во время выходов 1 на 1. 2-0 в пользу «Зенита». Сегодня благодарен партнерам. Они сделали голы. Любой нападающий, зависимый футболист. Поэтому приятно, когда чем больше они на меня играют, тем мне и лучше, и комфортнее играть. Первый тайм, мне кажется, был показатель так быстро начинать. Много моментов было. И Лория уже их там выручать начала. В концовке первого тайма «Зенит» окончательно похоронил надежду самарской команды на успех в этом матче. Навес штрафную замкнул точным ударом Гарсье. 3-0. У нас было преимущество в первом тайме. Мы забили свои мячи, которые должны были забивать. Но соперник – хорошая команда. Они знают, когда надо обыгрывать, когда атаковать. И нам было трудно удержать победный счет. Перерыв пошел футболистам Крылья Советов на пользу. Самарцы начали больше атаковать и прицельно бить по воротам. Один из таких ударов достиг цели. На 55-й минуте отличился Джани Бруно. 1-3. Итальянский полузащитник забивает во втором матче подряд. У Крыльев были шансы даже сравнять счет. В перекладину попали Ткачев и Зуев. А у «Зенита» была возможность забить четвертый мяч. Но Совета спасла штанга. Главный тренер Вадим Скрипченко не мог прийти в себя от шока даже на пресс-конференции. Провалили начало игры. Конечно, не входило в наши планы такое обескураживающее начало. Первые два взятия ворот – это следствие того, что все-таки нам нужно было более компактно сыграть, чему я призывал команду по началу игры. Цепко в средней зоне. Но, к сожалению, вот такое вот начало неожиданное и поспособствовало тому, что, конечно, трудно было уже исправлять в дальнейшем ход игры. После домашнего фиаско Крылья Советов продолжают топтаться на 14-й ступеньке турнира на таблице. Им светят стыковые матчи на вылет из премьер-лиги с лидерами ФНЛ. Питерский «Зенит» продолжает борьбу с ЦСКА за серебряные медали, а досрочный чемпион страны уже определился. Это московский «Спартак». Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи!